Добрый вечер, Гомель. На Беларусь 4 прямой эфир. Это интерактивный проект, участником которого может стать каждый из вас. Телефон нашей студии 34-22-43. У нас есть Viber-телефон, вы видите внизу экрана, и мы будем очень рады, если вы присоединитесь к нашему прямому эфиру. Сегодня я решила сделать, знаете, такую пятницу накануне выходных, учитывая, что у нас начинаются первые такие зимние настоящие календарные выходные, решила сделать, скажем так, такую афишу, телевизионную афишу вместе с Юлией Липовской. И у нас в гостях один из лидеров современной молодежи. Юлия, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, как говорит мой сын, пятница — это маленькая суббота. Вот ты согласна? Я бы сказала для студенчества, для нынешнего, и вспоминая свои студенческие годы, четверг лучше, чем среда. Так. Потому что среда, завтра четверг, а четверг — это завтра пятница. Ой, как все, как у молодежи, как все просто, с одной стороны, сложно. А вообще, чем планируешь заниматься в ближайшие выходные? Это музеи, кинотеатры? Семья, ребенок, прогулки на свежем воздухе. Шестой школьный день есть. Мы сейчас готовимся к участию в конкурсе «Две звезды с дочкой». Завтра у нас репетиция первая. То есть магазины, уборка, стирка — это не для тебя? Это остается. Это никто не снимал с повестки дня. Скажи, пожалуйста, Юлия, есть ли у тебя дома питомец какой-то домашний? Есть. Когда в доме появляется ребенок, то возникает объективная необходимость рано или поздно согласиться и завести кого-то. Это что, собачка, кошечка? Котик. Мы решили пойти по пути наименьшего сопротивления. И пока вот... А какая порода? Самый обычный. Самый обычный дворовый кот, которого мы взяли у наших родственников, приютили. Я думаю, что тебе и другим нашим телезрителям, у кого есть домашние питомцы, будет очень интересная следующая информация. Дело в том, что на выходных в областном центре соберутся кошки разных пород и расцветок. Дорогие друзья, в общественно-культурном центре пройдет выставка «Зимний котовернисаж». Такое мероприятие международного масштаба бывает у нас нечасто. И вот подробности узнаем у организатора. У нас на телефонной связи Анжела Лихачева. Это председатель Гомельской областной общественной организации любителей кошек «Котамур». Анжела Васильевна, добрый вечер. Вы с нами сейчас? Слышите нас? Да, добрый вечер. Добрый вечер. Это программа... Я приветствую всех слушателей вечернего Гомеля. Спасибо большое. Мы тоже рады вас слышать. Вы знаете, ваша выставка так нашумела. Расскажите, пожалуйста, сколько кошек и откуда прибудут завтра в наш город? Ну, нашуметь она, конечно, нашумела. И нашумит, наверное, еще больше. Потому что в этом году очень большой юбилей. 30 лет филологическому движению во всем мире. И поэтому во всех странах отмечают этот юбилей. Это жемчужные ринги проводятся, жемчужные выставки. Не стали исключением и мы в Гомеле. У нас в Белоруссии 1 и 2 декабря, вот как вы уже сказали, у нас будет тоже проходить международная выставка под названием «Жемчужная выставка филологического движения». Так. Конечно же, на это большое мероприятие приезжают самые лучшие кошки. Конец года не только для нас, людей, но и для животных получается очень знаменательным. Каждый старается закрыть свою выставочную деятельность, похвастаться своими результатами, своей карьерой. Поэтому приедут и чемпионы Европы, и чемпионы мира. Очень много интересных животных из России, Украины, из Литвы, из Латвии, из Эстонии. Ну и, конечно же, наши белорусы тоже не подкачают. У нас очень сильные, красивые и очень достойные звери. Анжела Васильевна, скажите, пожалуйста, редкие породы будут? Ой, конечно. Ну, давайте начнем с самой крупной породы. Это смайкона. Конечно, они у нас на выставке присутствуют всегда. И этот раз будет тоже не исключением. Будет и представители дикой породы, бенгалы. Будет абсолютно черная, как ночь, кошка. Это бомбейская. Ну, конечно же, как же без наших любимых веслоухих шотландских кошек. Они тоже будут представлены во все группы в шерсти. И в короткой, и в длинной. Ну, вот изюминкой на выставке у нас будет кошка Пипсибоб. Почему изюминкой? Потому что это американская порода. И для того, чтобы вывезти эту кошку оттуда, надо получить специальное разрешение. Потому что это национальная гордость их. И эти кошки, как правило, не покидают свою территорию. Но, тем не менее, вот такой очень редкий представитель к нам приезжает. И я думаю, что он будет пользоваться большой, скажем так, популярностью у всех присутствующих. Потому что особенность этой породы еще в том, что у нее очень странные, ну, на взгляд, конечно, посетителей, лапки. Там есть дополнительные пальчики, и лапки напоминают варежки. Анжела Васильевна, вы не раскрывайте все секреты. Пусть завтра на выставке люди об этом узнают. Мы будем ждать, пусть они приходят, смотрят и любуются нашими замечательными кошками. Спасибо вам большое. Мы желаем вам хороших выходных. Дорогие друзья, у нас на связи была Анжела Лихачева, председатель Гоменско-областной общественной организации любителей кошек Кота Мур. Юль, ну я вот смотрю, тебя очень заинтересовала эта выставка. Да, наверное... Я думаю, что мы сходим обязательно. Вот завтра. Завтра, насколько я понимаю, еще и в воскресенье. Да, по-моему, два дня сказали. Ну что ж, дорогие друзья, куда податься в выходные дни? Звоните в студию, рассказывайте, какие у вас планы на эти субботу и воскресенье, о каких мероприятиях вы знаете, а мы, может быть, нет. Телефон нашей студии 342243. Сегодня мы рассматриваем самые разные варианты отдыха и развлечений на Гомельщине. В прямом эфире вас сегодня ждут конкурсы, подарки. Очень много полезной информации о мероприятиях, которые пройдут в эти вот ближайшие дни на территории Гомельской области. Юля, как отдыхать вообще привыкла наша молодежь? Чем занимается свободное от лекций время? Активно отдыхает молодежь, могу сказать, и коньки, другие виды спорта, и дискотеки. У кого что у вас требовано? Ну, в основном активный отдых, скажу, несмотря на то, что вроде как бы вот интернет, социальные сети. Но молодежи достаточно много и на ледовых аренах, повторюсь, и на футбольных полях, поэтому... Вообще, конечно, здорово, радует, что от сессии до сессии живут студенты весело. Но обычно в декабре наши студенты готовятся не только к сессии, но еще и к зимней радуге. Это такой вот форум студенческой молодежи, такая визитная карточка, я бы сказала, наших вот именно гомельских студентов. Если не ошибаюсь, этому форуму, по-моему, уже 20. С 97-го года проводится, 21-й форум в этом году будет. Да, в прошлом году он был юбилейный. Это такое вот, ну, знаете, самое ожидаемое, наверное, событие в студенческой жизни, потому как, если вернуться вообще в предысторию его создания, когда не было интернета, когда студенты могли общаться только вот на таких вот мероприятиях подобного рода, то это еще была возможность познакомиться с ребятами. Я вам больше скажу, в мое время, в мою студенческую радугу... То есть тоже была зимняя радуга? Да, я тоже на первом курсе студенткой была зимней радуге, участницей. Так вот, в мою бытность мы очень хорошо общались с курсантами Гомельского инженерного института МЧС. И среди моих знакомых даже семейные пары, семейные союзы образовались. Вот моя лучшая подруга, она в настоящее время замужем за одним из тогда еще курсантов. Это все на зимней радуге происходило. Это все пошло с зимней радуги. Ну что ж, дорогие друзья, про зимнюю радугу поговорим вот сразу после телефонного звонка. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Давайте с вами познакомимся. Добрый вечер. Как вас зовут? Здравствуйте. Ксения зовут. Слышно меня хорошо? Да, Ксения, очень хорошо слышно. Какие у вас планы на выходные? Ксения, расскажите нам. Не только у меня, но еще у моих знакомых. И думаю, если кому-то интересна информация, я хочу поделиться. Завтра в музее фотографии на Коммунаров 7 будет фотовыставка «Семь ветров родного края». Там будут представлены работы семьи фотографов из Речицы. Вы знаете, Ксения... Будет очень интересные розыгрыши. Так. Вообще очень интересное представление, там какое-то обещают быть. Мы постараемся сегодня в течение прямого эфира связаться с организаторами этой выставки и узнать, может быть, чуть позже. Но обязательно постараемся узнать все подробности. Спасибо вам за эту информацию. Ксения, скажите, пожалуйста, а как вы обычно проводите выходные? Вот это выставки, музеи? Да. И, кстати, если уже брать все выходные, то в воскресенье будет, значит, улица Советская, 18, колледж искусств Соколовского будет, это я читаю, значит, 2 числа инструментальные концерты даст возможность услышать Баха, Глюка и Вивальди. Ну, может, еще кого-то. Это наш трансферный оркестр. Мы, наверное, говорим про форум классической музыки. Вы знаете, Ксения, спасибо вам большое за эту информацию. Вот у нас есть возможность, есть время, сегодня все-таки час идет эфир, дозвониться до организаторов или участников и узнать подробности этих мероприятий. Спасибо вам большое за этот телефонный звонок. Дорогие друзья, ждем ваши планы и действительно вашу информацию. Вдруг вы действительно знаете какие-то мероприятия, о которых не знаем мы. Телефон студии 34-22-43. Напоминаю, сегодня пятница. Время строить планы на выходные дни. Сегодня у нас в гостях Юлия Липовская. Вот мы решили вместе с ней такие планы помочь вам построить, что называется. Итак, Зимняя радуга. Кстати, кто победил в прошлом году на Зимней радуге? Я хочу сказать, что из года в год немножечко концепция определения победителей меняется, скажем так. Так мы пробуем. Были годы, когда мы не присуждали победное место, то есть просто фестиваль. Просто участие. Вообще изначально он зародился как фестиваль. Но затем, конечно, чтобы как-то стимулировать ребят, все-таки вот нотку вот эту вот соревновательную внести. Не каждый год, но были годы, когда учреждался приз гран-при. И в прошлом году мы все-таки вернулись к практике. И лучшая режиссерская программа, номинация такая была. Она ушла в медицинский университет. Опять медики. Опять медики. Ну что ж, дорогие друзья, давайте попробуем вот сейчас вспомнить, как это было. У нас есть небольшой сюжет про Зимнюю радугу 2017. Давайте посмотрим. Зима засыпалась снегами, зима засыпалась снегами, асфальт бульваром плаща день. Но ждать капель и мы не станем мечтать, о лете мы не станем зажжен. Мы радугу огней. А радуга зовет меня, вновь радуга зовет меня, везет туда, где ждут меня друзья. Зимняя радуга, зимняя радуга, зимняя радуга, зимняя. Зимняя радуга, зимняя радуга, зимняя радуга, зимняя. Зимняя радуга, зимняя радуга, зимняя радуга, зимняя радуга. Огни, сердце зажженных нами огни. Сердец зажженных нами горят, как путеводная звезда. Улыбок, радужных сиянье Улыбок, радужных сиянье Тепло наполнит этот зал А радуга зовёт меня Но радуга зовёт меня Идёт туда, где ждут меня друзья Зимняя радуга, зимняя радуга, зимняя Зимняя радуга выдвинулась над головой Зимняя радуга, зимняя радуга, зимняя Это морозь со мной между ножью и тобой Дорогие друзья, ну сюжет просто порадовал на самом деле Вот такая у нас молодёжь Пока мы смотрели этот сюжет, к нам присоединились студенты Я хочу их представить Это Алина Евмененко, студентка Белгута у нас сегодня в гостях Роман Ковалёв, студент Гомельского государственного университета имени Франциска Скорыны Добрый вечер И Вячеслав Шкуратов, студент университета имени Сухова Ну, я сразу хочу спросить Алина, вот эта Клеопатра, которую мы видели сейчас на сцене Это ты, всё правильно, да? Да, именно Здорово Вообще, ребят, вы все участники прошлогодней «Зимней радуги» Поделитесь воспоминаниями Как вообще всё это было? Было немножко страшновато, честно сказать Особенно, когда стоишь за кулисами Вот твой следующий выход, и ты понимаешь, что почти ничего не забыл Не запомнил В голове чисто немой крик И ты пытаешься что-то придумать Как-то себя успокоить Но как только, на самом деле, перешагиваешь по руку кулис И выходишь на саму сцену Это моментально пропадает, я могу сказать Ну, по крайней мере, у меня так было Вот Роль Клеопатры понравилась? Катичи куда-то вот всё Да, конечно Ой Я говорю, мне очень понравилось Я не видел Ну, Вячеслав, вы раскроете секрет Как победить на таком конкурсе, где столько много талантливых На таком конкурсе, как победить? Ну, это, опять же, таки зависит от организаторов и от команды Соответственно, и от детей, и от тех, кто ими занимается Юй, ну, очень серьёзно подошёл к этому вопрос, да, Вячеслав? Ещё финансирование играет важную роль Я вообще говорю, слишком серьёзно Безусловно, нет Ну, опять же, такие спонсоры, костюмы, это всё деньги Костюмы, реквизиты Вот не зря, Вячеслав, вы стали победителем в номинации «Открытие года» Вот ваш подход уже удивляет, действительно, открывать новые горизонты Расскажите, Вячеслав Но он имеет в виду финансирование в декорации Вклад, вот именно в визуализацию представления Это игра Белгут эффектно было Просто чем больше финансирование, тем больше эффект от декорации Возможностей больше Вот видели, какие у Белгута были декорации? Так они же всё это делали самостоятельно Знаете, Белгут делался, декорации эти делались Вся команда, так сказать, ну, ПГС, так как мы представляли Белгут Во-первых, это было очень волнительно в плане того, что честь всего университета На одних вас, на одном факультете, на вашей команде На этом выступлении Это очень ответственно Ну, естественно, волнительно Вячеслав сказал, что финансирование играет большую роль Я не соглашусь, потому что Когда готовились эти декорации Прекрасная команда, так сказать Сокурсники, единомышленники Да, люди, которые сами своими руками это делали Они ходили, и каждую картоночку они искали сами И на самом деле, если присмотреться То прекрасно просто видно Что это сделано буквально из подручных материалов Но времени, естественно, на это потрачено много Главная идея Дорогие друзья, вот я просто наслаждаюсь этим общением Этими спорами Так хочется сказать, какая у нас молодежь Вячеслав? Я суммы не буду Нет, я могу парировать Я могу парировать Давайте об открытии года Мне сам Белгут называл суммы, которые там были вложены Вячеслав, расскажите мне про открытие года Расскажите, чем вы покорили жюри-то? Хорошо Я зачитывал произведение под музыку С собственного сочинения Оно про то, что Любовь в реальной жизни Гораздо лучше, чем Любовь в виртуальной То есть это было стихотворение, написанное вами? Это было мое собственное произведение То есть, а вы часто вообще стихи пишете? Или это одно единственное пока? Я пишу Давайте так скажем Я пишу А вы можете сейчас прочесть Вот стихотворение, которое стал Да, конечно Давайте послушаем Что сообщение в сети Ты строишь отношения с человеком Смотря на фотографии в сети Не зная, кто там за экраном Подумай Сможешь так найти? Ту самую Которая полюбит Пренебрегая твоими недостатками И по достоинству оценит Вниманием своим Не лайками Себе искать вторую половину Вы прекращаете в виртуальном мире На улицу скорее выходите Все же лучше, чем сидеть в квартире Знакомьтесь Общайтесь В беседке Не в беседе собирайтесь Лицом к лицу Друг к другу Повстречайтесь Приветливо и мило улыбайтесь Пусть повезет В реальной жизни каждому Желаю всем Найти свою любовь Но выбирай любовь реальную Чтоб бушевала твоя кровь Чтоб любовными порывами Сердца соединялись воедино Чтоб, как греческих легендах Стрела Амура в цели разила И ею пораженные радовались И понимали, что живут не зря Став гораздо счастливее Любовью наполнив сердце Вот такое вот произведение Спасибо, Вячеслав Да, да, да Хочется, что ты поплавишь Спасибо А скажите, это какая-то реальная история Несчастная любовь в жизни Или почему откуда Нет, там не прослеживаются нотки Несчастной любви Просто, во-первых, тематика была О реальной жизни О реальной любви виртуальной На студенческом этапе данного конкурса И, в общем, создалась такая идея Жизнь тема навеяла, подсказала В стихотворной форме Вячеслав, а вы сами знакомитесь-то как? В сети знакомитесь? А по-разному А чаще? Знаете, я не люблю Не люблю в интернете И мне проще написать Мне проще написать Для того, чтобы девушка Скинула свой номер телефона И, соответственно, уже Потом пообщаться по телефону Нежели встретиться просто Пообщаться по телефону Это по-настоящему По телефону это не виртуально Слушай, хорошо Я не хочу здесь встревать особо Но сам я познакомился С своей девушкой в сети Мы три года уже вместе Но она в Севастополе А я как бы в Гомере То есть мы видимся Раз в полгода буквально И, то есть, ну, слушать все Про то, что вот эта Виртуальная любовь Она не настоящая Лучше идите в беседки Тем этим делом занимайтесь Я не знаю Мне кажется, тут Ну, все очень притянуто за уши Мне кажется, можно по-разному А стихотворение понравилось? Ну, конечно Стихотворение замечательное Спасибо большое Вот мне нравится Вот у нас, Вячеслав Такой литературный бунтай Наталья пилюлю спокойствие Ребят, нет Спасибо, что вы к нам пришли Во-первых, да Давайте не забывать о том Что наши зрители ждут информацию О том же, что же происходит На территории Гомельщины И самое главное Они ждут конкурсов Итак, дорогие друзья Телефон 34-22-43 Сегодня мы разыгрываем Много интересных пригласительных билетов Первый – это пригласительный билет Конечно же, на молодежный форум Зимняя радуга-2018 Мы забыли сказать, когда он состоится 6 декабря В 16.00 В Гомельском областном общественно-культурном центре Дорогие друзья, приглашаются все Но есть возможность выиграть Пригласительный билет на двух человек Это очень просто По телефону 34-22-43 Надо ответить на вопрос конкурса Всего лишь продолжить пословицу Внимание Всякая молодость И продолжите, пожалуйста Всякая молодость Это очень известная пословица 34-22-43 Молчим Зрителям не подсказываем Вы, ребята, умные Точно знаете продолжение Но, на самом деле, вот стихи Как редко все-таки сегодня Мы читаем Мы слушаем стихи Кстати, так же, как и классическую музыку Как относитесь, ребята, к классической музыке? Прекрасно Она есть Положительно Отлично Прекрасно, положительно Она есть Это радует Вот не хотите сходить на форум Классической музыки Который, кстати говоря Вот в ближайшие дни Большущее событие Которое в ближайшие дни В нашем городе будет В это воскресенье, дорогие друзья В Гомеле прозвучат мировые премьеры Гомельские городские оркестры Предлагают форум классической музыки Восток-Запад Концерт Называется «Величественная барокко» Пройдет в колледже искусств имени Соколовского Вот наша телезрительница Как раз-таки о нем Пыталась нам сегодня рассказать В самом начале эфира Я сейчас хочу уточнить Есть ли у нас телефонный звонок Смогли ли мы дозвониться Значит так У нас на связи Главный дирижер Симфонического оркестра Это автор и художественный руководитель проекта Мурат Асуил Мурат, добрый вечер Здравствуйте, Наталья Здравствуйте Это программа «Добрый вечер, Гомель» Ведущая Наталья Волонец Вы знаете, вот у нас сегодня в студии В прямом эфире Наш цвет молодежи, я бы сказала Наши студенты Они с удовольствием послушают Про мероприятие, которое пройдет в эти дни в Гомеле Все-таки форум классической музыки Очень яркое событие в культурной жизни областного центра Расскажите, пожалуйста В чем особенность мероприятия в этом году? Всем привет, добрый вечер всем телезрителям Очень хочется вас всех пригласить на форум классической музыки Это своеобразная такая у нас Месяц классической музыки В котором у нас есть и концерты, и мастер-классы И мероприятия с приезжими Известными белорусскими музыкантами Очень много концертов Много хорошей музыки В рамках, кстати, не в рамках форума классической музыки Но параллельно будет проходить еще и Международный конкурс музыка надежды Также на базе колледжа искусства Министра Федоровича Соколовского Что касается концертов То первый концерт наш будет Воскресенье Барочная музыка Много известных произведений В том числе и Свита Баха Будет заканчиваться известной шуткой Флейтовой Многие знают эту музыку Может быть, не знают, что она Как бы в свиту Баха входит Но, тем не менее Как бы на всех рингтонах Раньше, по крайней мере, она была Звучала Новой темой будет у нас второй концерт Совершенно новый Впервые будут играться произведения Которые были написаны достаточно уже давно Уже около ста лет назад Нашими корифеями Белорусской отечественной композиторской школы Василием Золотаревым и Николаем Чуркиным Будет тоже очень много интересного На темы Средней Азии Ну и последний концерт Такой пиерический фортепианный блеск Шесть пианистов Под три пары пианистов Двойные фортепианные концерты Всех очень-очень ждем Ой, спасибо Вы знаете, вы нас заинтриговали Скажите, пожалуйста, Мурат А популярна ли вообще сегодня Вот у зрителей концерты Где вот звучит классическая музыка? Как вы считаете? Классическая музыка Непопулярна В принципе в широких кругах Она всегда считалась такой элитарной Элитарной музыкой Как в принципе И на Западе И у нас Тем не менее Классическая музыка Вдохновляет Классическую музыку Нужно слушать Для того, чтобы развиваться Для того, чтобы Узнавать Те произведения Которые пережили Сотню, двести А то и триста лет Крайней мере Такие у нас будут звучать На нашем первом концерте Но все же знают Антонио Вивальди Да Все знают его времена года Поэтому можно сказать Что эта музыка Осталась в веках Жалко, что Конечно Мало работы проводится В общем В университетах Может быть Хотелось бы вообще Чтобы и Урок музыки Как таковой Который был Не знаю Как он сейчас Существует или нет Раньше в мое время Он был Чтобы знакомили По крайней мере С популярными Классическими Произведениями Потому что на этом На самом деле Строится и все остальное Мы как бы Ту кино музыку Допустим Которую мы знаем Проект мировые саундтреки Который мы Очень популярный Делали три года подряд Собственно говоря Мы приглашали молодежь Путем Вот Видео Киноэкрана Да Поприсутствовать Рядом с симфоническим оркестром С этим неповторимым Звучанием Большого количества Инструментов Потому что на самом деле Симфонический оркестр Это самый Совершенный инструмент Который может быть Вот Мы Путем Такого Да Уже Мы Так вышли Будем так говорить Вышли в народ Хотим народ Позвать к нам На классические концерты Мурат У меня Мурат У меня есть встречное предложение Приходите в эту студию Давайте более подробно Более интересно Об этом поговорим С большим удовольствием Конечно Тогда ждите телефонного звонка Приглашения Мы вам желаем Хороших выходных И чтобы все эти мероприятия Прошли замечательно И действительно Пришло много людей Послушать Классическую музыку Спасибо вам большое Спасибо Спасибо вам Всем хороших Выгодных Симфоническим оркестрам Спасибо Дорогие друзья Автор художественный руководитель Проекта Форма классической музыки Восток-Запад Который начинается Вот в эти дни На Гомельщине Главный дирижер Симфонического оркестра Мурат Асуил Только что Рассказал нам Подробности Юль Появилось желание Сходить на концерт Ну Про времена года Сказал Вот Сразу вспоминаю Школьные годы Когда эта музыка Ну как бы Будем говорить открыто Больше мы ее слышали Поэтому хочется вспомнить Да Наверное музыка Скажем так Не для всех Но для каждого Мне кажется Это вот так Что скажет молодежь Про классическую музыку Есть какие-то любимые Произведения Или это глупый вопрос Почему-то в голове Венгерский танец Сейчас Так Венгерский танец Да Почему-то А еще что Блин Было Ребята Все на форум Классической музыки Да В любом случае Это воодушевляет Воодушевляет По музыке Да Замечательный дядька Такой Михаил Семенович Звали Вот Ну конечно Он был таким Очень суровым Внешно с типом Не сказал бы Что он такой прям Ну он заводил У нас получается Аудиторию У нас высаживал Включался в эту музыку И просто сидел С задумчивым видом Смотрел в стену Пока мы все Ну большинство Занимались своими делами Я пытался конечно слушать Вот Но в целом Подпечаток какой-то наложило Да И было такое Не останавливаться на этом Мне кажется Классическая музыка Никому не помешает И даже мне Дорогие друзья Поверьте Итак Продолжить пословицу Нужно Для того Чтобы выиграть Пригласительный билет На молодежный форум Зимняя радуга Напоминаю вопрос Конкурса Нужно продолжить пословицу Всякая молодость У нас есть телефонный звонок Может быть это Как раз таки Автор правильного ответа И победитель первого конкурса Добрый вечер Вы в прямом эфире Давайте познакомимся Добрый вечер Меня зовут Ксения Я хочу попробовать Всякая молодость Резвости полна Ксения Вы так хотите попасть На все мероприятия В эти выходные Вы победили Действительно Пригласительный билет На молодежный форум Зимняя радуга Достается вам Вы правильно ответили на вопрос Всякая молодость Ревности полна И вот наши студенты В студии Мне кажется К тому яркое подтверждение Мы вас поздравляем Первое мероприятие На выходные Уже у вас Это на следующую неделю Подождите Это на шестое Эти же у меня заняты Все уже Вот Значит на шестое декабря Все Вы идете На молодежный концерт Молодежный форум Зимняя радуга Поверьте не пожалеете Спасибо вам большое За звонок Спасибо большое Дорогие друзья Мы продолжаем Прямой эфир Напоминаю Что сегодня Мы рассказываем о том Какие интересные мероприятия В ближайшие дни Они ожидаются на Гомельщине В общем пытаемся Как бы так Оформить ваши выходные дни Вдруг вы чем-то Заинтересуетесь И отправитесь Зимняя радуга Чем порадует в этом году Вот раз мы уже выиграли Пригласительный билет Надо рассказать Что это будет Как готовиться Вообще Я хочу сказать Что зимняя радуга Для тех Кто может быть не слышал Не знает Это изначально зарождалась Как конкурсная программа По итогам первокурсников Вообще в каждом вузе Самое ожидаемое событие Это конкурс А ну-ка первокурсник Так вот По итогам Конкурсов Которые уже состоялись В вузах Каждый вуз представит Самое-самое лучшее Самое вкусное Самое интересное Самое талантливое Да И ребята сразятся В конкурсной программе Но форум подразумевает Не просто конкурсную программу Он состоит у нас традиционно Из каких-то еще мероприятий И в этом году Год малой родины Союз молодежи выступил С инициативой Проведения реализации По всей республике акций Под единым слоганом Хэштегом За дело В рамках которой Ребята Делают различные Добрые дела Волонтерские инициативы Посадки деревьев Благоустройство городов Сел Помощь пожилым И многое-многое другое Так вот Одним из мероприятий Нашего форума Станет Именно такая Акция за дело То есть студенты Участники Нашего форума От каждого вуза Посещают Какое-либо Из социальных учреждений Детское Будь то Либо для престарелых И проводят там Какую-то интересную Игру, акцию Презентацию Отснимается По итогам Видеоролик Минутный Который будет Транслироваться В ходе Конкурсной программы И участвует в конкурсе Я так понимаю Да И безусловно Команда вуза Участвует параллельно Еще и в конкурсе Но и это не все Поскольку год Малой Родины До начала форума Каждый вуз Презентует Свои инициативы Свои проекты В год Малой Родины Что же студенчество Подарило Нашей области Нашей стране В этот знаменательный год Ну и собственно Самое вкусное Как я уже сказала Это конкурсная программа Потому что баталии Всегда Кипят Не шуточные Да я вижу Я вижу здесь Даже после Да год прошел А все еще свежо в памяти До сих пор не могут Да У жюри у нас всегда Свое особое мнение Поэтому И каждый год Вот Он непредсказуемый Кто же победит А кто же себя Как презентует И каждый вуз Хочу сказать Что выстреливает Каждый год По-разному По-своему Да Очень неожиданно Это наверное смысл Смысл Но в этом году Мы ожидаем Как организаторы Что все-таки Кто-нибудь из ребят Рискнет И представит программу На белорусской мове За что безусловно Жюри Тоже какой-то бонус Предусмотрит Ну если я не ошибаюсь Сейчас побежали Так в сценарий Правильно Может быть и так Но если не ошибаюсь Именно вы по-моему Да Стали лучшим актером Номинации Как бульбаш Да Это была белорусская мова У вас был такой образ Бульбаша И вы белорусская мова Да Дело мне просто повезло На самом деле Потому что моя мать Сама по себе является Преподавателем белорусской мовы Вот И поэтому Ну она меня немножко Поднатаскала Не очень хорошо Как бы Тросяночка такая Вот Но пока выступал Уже Ну набитые реплики Все начали ложиться Проговариваться легко И вообще без каких-то там проблем Ну и в образ очень легко Вошел очень быстро Это как-то Получилось Ребят Что пожелаете Вот участникам Нынешнего конкурса Расскажите Не бояться Не бояться сцены Ну честно говоря Вообще Волнение Вот это вот Оно лишнее Я допустим Не волновался Единственное За что я волновался Это когда Очень ждешь Долго Вот Ожидание Волнения А когда ты выходишь Опять же Таких вот Как Говорил Человек Рома Рома Прошу прощения Вот как Рома говорил Когда ты выходишь на сцену Ты обо всем забываешь Ты просто вживаешься В эту роль И делаешь То что уже запланировано У тебя как Отработанный механизм Идет работа Рома Я бы не знаю Чего пожелал На самом деле Удачи Хотя бы в том плане Чтобы с аппаратурой Чтобы все получилось гладко Чтобы все ролики Проигрались с первого раза Не было никаких Да Это потому что На сдах Да Мы начинали выступление У нас не пошел звук С роликов вступительного За счет этого По-моему мы на 2 или на 3 минуты Из программы выскочили Короче Ну через лимит Там эффект Вот Да Потом Еще конечно хотелось бы Помимо того Просто обычной шальной удачи Мало ли Вот какой-нибудь Член жюри Проснется с правильным настроением Такой посмотрит Скажет Вот эти люди Мне нравятся Короче Вот как о членах жюри Совершенно необъективное Кстати У меня и о членах жюри А мне вот интересно Алина узнать Какие вообще планы Вот у тебя на выходные Дни ближайшие Ну Например Завтра В университете Есть всякие дополнительные Ну Можно как-то даже назвать Фокультативы Так Это уроки Учеба Ну да Учеба Но Развлечения Так сказать Внеплановые Развлечения Ну вообще Я планировала С друзьями Пойти на каток Так Ну тут вот Я посидела Подумала Поменяла уже Свои планы Да На самом деле Меня очень сильно Заинтересовало Как это правильно сказать На самом деле У нас В школе раньше Очень часто Это было Таким Нелюбимым занятием Когда говорили Надо пойти В театр Послушать музыку Еще что-то Какая-то выставка Для нас это было Ой Туда Потому что надо Да Самое обидное На тот момент Это было Даже когда говорили Ну вы же уроки Прогуляете Мы же должны радоваться Нет Это ехать надо А сейчас На самом деле Так задумываешься Раньше Ну каждый месяц Так точно Где-то был Вот что значит Не слушать учителей Дорогие друзья Да Сейчас так захотелось Алина Вы знаете Может быть вы даже Еще поменяете Свои планы В течение нашей программы Дело в том Что дорогие друзья Завтра можно отправиться Еще на один концерт С участием клоунов Завтра в Гомеле состоится Благотворительный шоу-концерт С участием Самых ведущих Цирковых Коллективов Нашей страны Вот у нас сейчас На связи Ирина Типугина Это организатор мероприятия Руководитель Театра клоунада И пантомимы Без слов Я знаю что Ребята сейчас Не то едут из Орши Не то выезжают Из Орши Где они находятся Именно вот в данный момент На конкурсе Циркового искусства Очень хочется узнать Подробности Во-первых как они выступили Ну и конечно же Узнать про завтрашнее мероприятие Ирина Добрый вечер Так сорвал звонок Мы попробуем Сейчас еще раз дозвониться Ирине Но в любом случае Пока дозваниваемся Ирине Я хочу объявить Еще один конкурс Дело в том Что сейчас разыграем Пригласительные билеты На завтрашний шоу Концерт клоунов Который состоится В городском центре культуры В 4 часа вечера В 16.00 И для того чтобы получить Эти пригласительные билеты Надо ответить На вопрос конкурса Внимание Какому клоуну В Гомеле Стоит памятник Простой вопрос 34.22.43 Пригласительные билеты На шоу концерт Клоунов Который состоится завтра Концерт В городском центре культуры Будут ваши Еще раз повторю вопрос Какому клоуну В Гомеле Стоит памятник Ждем ваших ответов После рекламы Кстати тогда И узнаем Кто завтра Пойдет С этим пригласительным На концерт Итак реклама Дорогие друзья Мы продолжаем прямой эфир На Беларусь 4 Очень интересно Какие у вас планы На выходные дни Звоните в студию Пишите в вайбере Делитесь своими планами А мы пока расскажем Какие интересные мероприятия Пройдут на территории Гомельщины Ну во-первых мы разыгрываем Вот прям сейчас Пригласительный билет На завтрашний шоу Концерт клоунов Который состоится в Гомеле В городском центре культуры Чтобы выиграть Этот пригласительный билет Надо ответить на вопрос конкурса Какому клоуну В Гомеле Установлен памятник 34-22-43 Ждем ответ на вопрос конкурса А у нас на связи Ирина Типугина Организатор мероприятия Руководитель театра Клоунады И пантомимы Беслов Ирина Ирина вы меня слышите Добрый вечер Ирина Вы где сейчас вообще В Орши В Гомеле В дороге Я сейчас в дороге Прошу прощения Если сорвется звонок Но очень постараюсь Быть на связи Мы ездим С фестиваля Комик Сокрового искусства Арена 2018 И везем Три диплома Два диплома Дипломанты И один диплом Второй степени Средней группы Мы в Клоунаде Это вам мы аплодируем Мы вас поздравляем Молодцы Ирина Мы хотим Рассказать зрителям Нашим телезрителям Про конкурс Шоу Концерт Который состоится Завтра В городском центре культуры Расскажите нам Подробности Пожалуйста Рассказываю подробнее В 16.00 В центре инклюзивной культуры Улица Юбилейная 48 Бывший ДК Випра Пройдет шоу Концерт Панк Клоун Куда приезжают Клоуны Со всех концов Республики Беларусь А также Жонглеры И много-много Разных артистов Интересов Циркового жанра Поэтому мы вас Всех приглашаем Приходите Улица Юбилейная 48 Концерт Непростой В поддержку Владимира Кравченко Этот мим-клоун Очень знаменитый Участник дуэта ОППА К сожалению Владимира сейчас Беда Он заболел У него Онкология Третьей степени И вот мы Клоуны Дресные Всевышки Республики Беларусь Очень хотим Помощь Владимиру И финанс Своего Поддержать Поскольку в этой помощи Первочередно Он сейчас нуждается Очень Ирина Спасибо вам большое За эту информацию Мы желаем вам Хороших выходных И желаем Такого интересного Насыщенного концерта Спасибо вам большое Дорогие друзья Ирина Типугина Организатор Завтрашнего концерта Клоунов Гомель Руководитель театра Клоунады Пантомима Беслов Была только что У нас на связи Дорогие друзья Есть сообщение Куда податься В выходные дни Какие планы У гомельчан Есть сообщение У нас в Вайбере Ольга Имейте поздравления Мария сообщает Что у них семейный праздник День рождения двойняшек Вы знаете Мария Ваше сообщение Вообще не случайно Дело в том Что хороший повод Завтра вместе с детьми Отправиться на финал конкурса Маленькие гомельчане Дело в том Что завтра На сцене Городского центра культуры Будут выбирать В том числе Маленькую гомельчанку И маленького гомельчанина Вообще Вот много ли Детей претендует На эти звания И чем Собираются удивить Организаторы Чем собираются удивить И порадовать Участники Маленькие участники Расскажет режиссер-постановщик Финального концерта Городского детского конкурса Маленькие гомельчане 2018 Мне подсказывает Что у нас На связи А У нас на связи Пока Не организатор мероприятия А ответ На вопрос конкурса У нас был по-моему Ответ на вопрос конкурса А Вопрос конкурса Какому клоуну В Гомеле Стоит памятник Да, действительно Пропустила я все Столько мероприятий Добрый вечер Вы в прямом эфире Давайте познакомимся Здравствуйте Меня зовут Ксения Так Ксения Вы нам уже звонили Или еще нет? Еще не звонила Вот Хочу первый раз попробовать Да, отлично У нас просто С вами много Ксении звонят Ксения, здорово Скажите, какие, во-первых У вас планы на выходные дни? Дома Ремонт Семья Так, хорошо У вас есть шанс Сходить на шоу Концерт клоунов Который состоится завтра В городском центре культуры Ответьте на вопрос, пожалуйста Какому клоуну В Гомеле Установлен памятник? Клоуну Карандашу Карандашу Где он находится? Правильный ответ Около цирка Да, пригласительный билет Ваш Спасибо вам большое За этот телефонный звонок Ну что ж Мы ждем Наши Попробует Редактор Дозвониться Сейчас до Режиссера-постановщика Финального концерта Городского детского конкурса Маленькие гомельчане Который состоится завтра В городском центре культуры А я хочу объявить Еще один конкурс Раз у нас пошла тема О детях Это Разыграем пригласительный билет На конкурс Маленькие гомельчане Итак Сколько персонажей Вытаскивали репку В одноменной сказке Сидим считаем Дорогие друзья 34-22-43 Ждем правильный ответ На этот вопрос Кстати Маленькие гомельчане Это такой конкурс Скажем так Красоты Позитива А я знаю Что студенты тоже Очень-очень любят Конкурсы красоты И не только студенты Но еще и работающие молодежь Я хочу сказать Что в последние годы Очень активизировалось Вот это вот Направление Фэшн-индустрии Моды Красоты Стиля Умение Держать себя на сцене И Сложно Наверное Найти Такое предприятие Такую отрасль Которые бы у себя Не проводили Подобных конкурсов Кто-то миссис Кто-то мисс А вот уже и маленькие У нас есть гомельчане Посмотрите Какое у нас Просто здесь Что где когда Да Происходит Ребята Мы сейчас Давайте на вопрос Будет отвечать Наш телезритель А вы тогда Сверите Как бы Показания Что называется Итак Дорогие друзья У нас на связи Есть режиссер Постановщик финального концерта Городского детского конкурса Маленькие гомельчане 2018 Конкурс проведет завтра в Гомеле У нас на связи Юлия Дашкевич Юлия Добрый вечер Добрый вечер Добрый вечер Это программа Добрый вечер Гомель Ведущая Наталья Волынец Вот мы Хотим узнать Расскажите нам Пожалуйста Чем планируете Завтра Удивить Скажем так На конкурсе Маленькие гомельчане Что будет интересного Я думаю Что интересного Будет очень много У нас только что Закончилась Генеральная репетиция Мы отпустили Наших уставших Конкурсантов Домой И они Уже удивляли Нас сегодня Своими эмоциями Своими Фантазиями Придуманными Костюмами У нас В этом году Выбрана тематика Мэри Поппинс Она всем хорошо известна И я думаю Что будет завтра Очень интересно Обыграно И со стороны Приглашенных артистов И со стороны Своих конкурсантов Спасибо большое Скажите пожалуйста Сколько участников В конкурсе Из кого выбирать будем В этом году У нас принимает Участие 13 деток Из них 7 девчонок И 6 мальчишек А что получат Да да Слушаем Юля Извините Вас перебила В конце сентября У нас проходил Кастинг На котором собралось В этом году Очень большое количество Желающих принять Участие В финале конкурса В этом году Это уже 11 конкурс Поэтому наверное Он уже пользуется Такой популярности Но вот Среди них Было выбрано Только 13 человек Скажите пожалуйста Что получит победитель Я прям не удержалась Так хотела узнать Будут призы Как Сейчас наши Ребята Все находятся Очень часто В поиске информации И каких-то Новостей И идей В интернете В этом году Принято решение Что они получат Приз от газеты Коммерческие ведомости Планшеты Будет победитель Среди мальчиков Победитель Среди девочек И каждый из них Сможет выбрать Себе Вот такой вот гаджет По вкусу Итак напомните В котором часу Состоится Конкурс Финальный концерт Маленькой гамильчани Мы всех ждем Завтра В 15.00 В городском центре культуры Спасибо большое Дорогие друзья У нас на связи была Юлия Дашкевич Юлию мы желаем вам Хороших выходных И удачного мероприятия Интересного мероприятия Итак Режиссер-постановщик Финального концерта Городского детского конкурса Маленькие гамильчани Юлия Дашкевич Только что рассказала Нам все подробности Дорогие друзья Мы разыгрываем Пригласительный билет На двух человек На этот конкурс Маленькие гамильчани И для того Чтобы его получить Надо ответить на вопрос конкурса По телефону 34-22-43 Вопрос очень простой У нас тут много уже версий ответа Очень интересна ваша версия Итак Сколько персонажей Вытаскивали репку В одноименной сказке Репка Ждем ваши телефонные звонки И вы знаете Вот мы говорим про конкурсы Про фестивали Про форумы Вот это такие вот Современные Скажем так Формы Развлечения И отдыха А вот раньше В моде у молодежи Дорогие друзья Были все больше что? Балы Балы Да И кстати В эти выходные дни Студия исторического танца Кружева шагов Организует бал в лазинках Так называется мероприятие Гамильчан ждет Настоящая реконструкция Исторического бала Кстати Окунуться в такую Бальную атмосферу 19 века Поможет камерный оркестр Гомельской областной филармонии А вот жители И гости города Мозыря Могут сходить На интерактивную выставку Выставку Экспериментус Такая выставка Будет проходить в Мозыре В выставочном зале На улице Советской 132 На этой необычной Экспозиции Будет представлено Почти 50 Изобретений Разных эпох Согласитесь Довольно Такой занимательный И увлекательный Досуг Для всей семьи Кстати В Мозыре В эти дни В педагогическом университете Открылась Тоже интересная Очень выставка Выставка Современного Визуального Творчества Студентов Я думаю Это интересно Будет не только Студентам Но и их Родителям И преподавателям Мероприятие Проходит в рамках Международного проекта Грани творчества И представлено В Мозыре Сегодня Около 160 Работ Студентов Из 37 Белорусских Вузов Экспозиция Это передвижная В этом ее уникальность Она путешествует По белорусским Университетам Вот очередь Дошла И до Мозырского Итак Дорогие друзья Мне кажется Вариантов Куда податься В эти выходные Множество Сегодня мы Рассматриваем Самые разные И очень понравилось Мне вот сообщение Антона Еду завтра На родину В Чечерск К маме На пироги Вот согласитесь Здорово Когда есть Такое место Где душа Отдыхает Ребят Есть у вас Такое место С чем ассоциируется Для меня Гомель Я А район какой? Новобелец И там детство Все проходит Да Пироги маме Полностью Причем Настолько Ну Как мне кажется В Белеце Есть все Ну На данный момент Кроме электроэнергии Ну То есть Если просто Ну в плане того Что если Обрубить мост Шутка такая Всегда была Да Все понятно Отпочковаться И уплыть Просто Если я не ошибаюсь До 1951 года Она существовала Как отдельный город Ну Да То есть она называлась Город Новобелец После чего Ее присоединили И вот для меня Белец Все детство Прям там Прошло И на самом деле Как-то в детстве Не так уже хотелось В парк поехать Для меня Очень родные И я рядом живу Пруды Может быть слышали Новобелец И на 9 мая Прям Спасибо большое Мне придется Перебивать вас Иногда У нас вот Зрители Мечтают Выиграть Все пригласительные Билеты Надо же Как-то Устроить их В выходные Поэтому Давайте послушаем Вроде у нас есть Победитель Или просто Участник конкурса Итак Напоминаю Вопрос конкурса Сколько персонажей Вытаскивали Репку В сказке Репка Добрый вечер Вы в прямом эфире Давайте с вами Познакомимся Добрый вечер Как вас зовут Меня зовут Федор Федор Скажите Вы сказки любите Я люблю сказки Ну так Репку Знаете Сказку Да Знаю Сколько Сколько Человек Пытались Вытащить Репку И вытащили Шесть Ну давайте Перечислим их И узнаем Правильно или нет Детка Бабка Так Нучка Так Пошка Так Звучка И еще мышка И мышка Все верно Действительно Правильный ответ Шесть человек Вы выиграли Пригласительный билет На двух человек На конкурс Маленькие гомельчане Скажите Какие у вас планы На выходные Ой Знаете Я одной группник Алины Которая сейчас В студии Я бы хотел ей Привет передать Передавайте Алина привет Ты там на каток С нами не захотела Пойти Я пообещала Что пойду Вот Вот так Валились Спасибо вам большое Спасибо за этот телефонный звонок Я думаю Что пригласитель на двоих Я думаю Алина Вы как-то там уже и каток И классическая музыка И Это мероприятие Маленькие гомельчане Вы все можете разделить И в принципе Мне кажется Все получится Ну что ж Дорогие друзья Я напоминаю Что на Беларусь 4 Прямой эфир Вернемся в студию Сразу после рекламы Дорогие друзья Вот мы тут веселимся Как можем Вот обсуждаем конкурс Да Дело в том Что конкурс у нас сегодня Веселый Необычный А ведущая тоже Вот Решила Решила немножко Да Вот как-то так Отметиться Можно так сказать Пошутить Да И вот персонажей Сказки Репка Назвали Ну скажем так Ну хорошо Дорогие друзья Правильный ответ Шесть персонажей В общем есть победители Это самое главное Конкурсы продолжаются Хоть и времени немного осталось Еще один конкурс Дорогие друзья Нужно будет назвать имя Белорусского народного поэта Автора поэмы Новая земля По телефону 34 22 43 И вы знаете Мы вот так оперативно Сегодня сработали И будем разыгрывать Уникальный набор Фотографий От музея Фотографии Выставка которого Выставка открывается В ближайшие дни Вот прямо сейчас Узнаем все про эту выставку Но для того Чтобы эти фотографии Получить Действительно Очень интересный набор Нужно назвать имя Белорусского народного поэта Автора поэмы Новая земля 34 22 43 Пока вы дозваниваетесь У нас На телефонной связи Анатолий Щеголев Это организатор Фотовыставки Году малой родины Которая открывается В Гомельском музее фотографий Очень интересное событие О нем говорила наша телезрительница В самом начале программы Мы решили вот так вот Подсуетиться И рассказать о нем подробнее Анатолий Добрый вечер Это программа Добрый вечер Гомель Ведущая Наталья Волынец Расскажите нам Пожалуйста О выставке Вы с нами Да Я с вами Здравствуйте Наталья Здравствуйте Все гости Студии Здравствуйте Все телезрители Ну что хочу сказать О выставке Выставку Конечно Нужно не рассказывать А прийти И увидеть Потому что Даже если кто-то Скажет Что знает Этих фотографов То я вам скажу Вот сегодня Мы занимались Монтажом Этой выставки И ощущение От работы Когда она Висит на стене В раме Распечатанная Большой формат И то что ты видишь С телефона Или даже С монитора экрана Это два Совершенно разных Ощущения Поэтому Поэтому конечно Приходите Смотрите Выставка Приурочена Выставка Приурочена Голду малой родины И в основном Там выставляются Реческие фотографы Все верно? Да Там 7 Реческих фотографов Если можно Я их перечислю Это Алексей Громыко Валерия Телебей Павел Терешков Илона Чвань Алексей Полухин Анастасия Рутинян И Елена Пешкун Это очень интересные Не похожие Друг на друга Разные Кто-то Семейный фотограф Кто-то Детский фотограф Кто-то Пейзажист Но малая родина Объединяет всех Любовь к родным краям Она у всех общая Спасибо Скажите Во сколько завтра Открытие состоится? Открытие завтра В 16.00 Бедные гомельчане Реально Такой ажиотаж В городе Я не знаю Куда бежать У кого ляжет выбор Но мы приглашаем Тоже в 16.00 Это музей фотографии Это улица Коммунаров Дом 7 Это рядышком С вечным огнем Спасибо большое Как долго продлится Эта выставка Вдруг кто-то завтра Пойдет на какое-то Другое мероприятие Выставка пройдет До конца месяца Декабря А перед Новым годом Будут делать Тематическую выставку Новогоднюю Три недели Будет вот эта выставка Спасибо большое Анатолий Мы желаем вам Хороших выходных Интересные выставки Очень много посетителей Это Анатолий Щеголев Был организатор Фотовыставки Которая завтра Открывается В Гомельском Музее фотографии Спасибо большое Дорогие друзья Куда податься В выходные дни Сегодня мы Рассматриваем Самые разные Варианты отдыха И развлечений Например Любители баскетбола Могут отправиться Завтра в субботу На городской турнир По баскетболу Имени Макаревича В Гомельский дворец Игровых видов спорта Отношение Какой-нибудь имейте К баскетболу Нравится в турнире Кто-то играет Баскетбол из вас Раньше в школе Поступала За сборную школы И вообще Очень интересно Наблюдать Ну вот Турниры Турниры Мы так понимаю Я так понимаю Что турниры Будут не один день Поэтому есть возможность Также попасть туда Кстати В эти дни У гомельчан Дорогие друзья Есть огромный Выбор для посещения Выставочных залов Например Для ценителей Детского творчества В библиотеке Имени Герцена Открылась выставка Работ учащихся Художника Владимира Покаташкина А в картинной галерее Гавриила Ващенко В эти дни Можно увидеть Японскую графику 70-х годов Прошлого века Выставка организована При поддержке Посольства Японии В Республике Беларусь И Японского фонда И приурочена К проведению Ежегодного фестиваля Японская осень 2018 В Беларуси Ребята Вот мне интересно Что из этих мероприятий Заинтересовало вас Больше всего Японскую графику Сходил бы однозначно Так У меня другое мероприятие Вячеслав Я Вячеслав У нас другое У нас другие планы Какие? Есть еще мероприятие Которое не сказано Там Евразийское Сообщество Будет проводить Ну что это за мероприятие? Мероприятие Форум Форум Я догадываюсь Вы догадываетесь И больше никому Надо об этом догадывать Там регистрация была заранее И уже Люди, которые Не зарегистрированы То не смогут туда попасть Ну и что? Можно рассказать о том, что это проходит По крайней мере Нет? Нельзя? Проходит Ну понятно Ясно Ну что ж Дорогие друзья В эти выходные дни В Гомельском Еще областном Драматическом театре Покажут музыкальную комедию Женихи И премьерный спектакль Мужчинам Вход воспрещен Ну вот для тех, кто желает провести вечер В нашем областном Драматическом театре В субботу и воскресенье Спектакли Начинаются в 6 часов вечера Имейте в виду Кстати, завтра Напоминаю По календарю Первый день зимы Это, конечно, невероятно Потому что сугробы И морозы Да, нас уже Как бы Навестили давно Но в любом случае Погода шепчет Посетить Гомельский парк Зимой он особенно прекрасен Несмотря на морозы И учитывая, что в Гомельском Дворце Румянцевых и Паскевичей Проходит очень много выставок Такое все-таки путешествие Наверное, станет Незабываемым туром Выходного дня Например, кстати, можно посетить Выставку коллекции Анималистики В частном собрании Сергея Путилина Вот героями произведений Представленных на этой выставке Выступают звери Птицы Домашние животные Фарфоровые бронзовые статуэтки Живопись Посуда Часы и мебель И все это Со соображением животных И все это было собрано Известно нашим Гомельским коллекционерам Сергеем Путилиным Ну а в центральной части Дворца Румянцевых и Паскевичей Открылась выставка Белая, черная Белая, красная, черная Символика цвета В народной культуре Вот такое название Экспозиция Действительно очень интересная Она рассказывает Об истоках появления Вот этой цветовой Триады И вообще о символике Сотканных и вышитых узоров В народной традиции Например Посетители выставки Могут найти ответы На такие вопросы Вот почему наши предки Носили белые одежды И которые были отделаны Вот красным орнаментом Или почему Есть такое выражение Что мы живем Именно на белом свете Ну об этом Обо всем расскажут Предметы этнографии Это полотенца, рубашки Покрывалы и народные иконы Которые представлены На этой выставке Кстати дорогие друзья Не забудьте что 1-2 декабря Это последние дни Представлений С белыми тиграми В нашем Гомельском цирке Поэтому если вы не успели Еще сходить На это представление Конечно же поспешите Мне подсказывают Что у нас есть Телефонный звонок Это наверное вопрос Ответ на вопрос Нашего конкурса Если я правильно понимаю Добрый вечер Вы в прямом эфире Здравствуйте Здравствуйте Как вас зовут? Анатолий Анатолий Скажите пожалуйста Имя белорусского народного поэта Который написал поэму Новая земля Я не сильно уверен Но я думаю Может быть Якуб Колос Вы правильно Вы правильно Действительно Отгадали Вот сейчас Ответили на вопрос Нашего конкурса И мне очень радостно Что вам достанется Набор фотографий От музея Это как раз таки С выставки Которая завтра Открывается В Гомельском Музее фотографий Но я так вот Хочу уточнить А вы вообще читали Новую Это произведение Новая земля Я слышал Что она есть Но я не читал Но мне кажется Вы сейчас просто Вот должны ее прочитать Ну как же Вы практически Приобщились только что К этому произведению И вообще К миру прекрасному Прочитайте Обещаю Спасибо вам большое Кстати Какие у вас планы На выходные Расскажите нам Ну я на выходные Кто работает Ну я хотел сходить На одно мероприятие Так Которое состоится Завтра И посезавтра Это конкурс Молодых исполнителей Только вот я не знаю Где она состоится Вот видите Мы тоже об этом конкурсе Кто-нибудь знает Нет Вот об этом конкурсе Молодых исполнителей Мы точно ничего не знаем Знаю в прошлые выходные Наш гомельский клуб Авторская песня Отмечал 40 лет Но вот насчет конкурса К сожалению К сожалению Мы не можем вам В этом помочь Но есть еще пару минут Времени Вдруг появится у телезрителя Какая информация Дорогие друзья Пишите Звоните Может быть поможем Анатолию Спасибо Анатолий За этот телефонный звонок Ну что ж Изменились Я так понимаю Планы К концу нашей программы У вас Есть какие-то новые варианты Как провести выходные Кошки и графика Все что Кошки и графика Но в любом случае Выбор сделан Юлия Кошки Как мама Как мама Да Ребенку Это будет Маленькие гомельчане Мне кажется Тоже будет интересно Вы понимаете Какая задача Мероприятия Это все приблизительно В одно и то же время И вот Самый интересный квест Начинается Как в идее Все успеет Вот это вот самое интересное На самом деле На выходных днях Но мне кажется Что это очень здорово Когда у нас Есть такой выбор Я сейчас расскажу Куда собираются Наши гомельчане Иван хочет рвануть Из города В огрусадьбу Пишет что там сейчас Красота Банька Рыбалка Шашлыки У Алексея ремонт Виктория готовится К сессии Стас в субботу Едет на экстремальную Покатушку На ту сторону Сажа У Ольги Новогодняя фотосессия А вот Ульяна Завтра с детьми Идет на сказки На пленках В Тимтеатр Очень хочется Вспомнить детство Пишет Ульяна Такой интерактивный Семейный показ Диафильмов С теневым театром Прикольно Пишет Ульяна Вообще действительно Столько много мероприятий Что мы сами потерялись Надо вот так вот Закрыть глаза Подумать И представить И напланировать Действительно Очень интересные Насыщенные выходные Дорогие друзья Желаем вам Таких вот насыщенных Интересных Ярких Первых Зимних выходных Это была программа Добрый вечер Гомель С Натальей Волынец И до новых встреч В прямом эфире Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok